Этот аквариум похож на морской аквариум. Да, оформление этого аквариума называется псевдоморе. Он имитирует дизайн морского аквариума. Вместе с тем он является пресноводным. Здесь живут африканские цихлиды, здесь живут каданга. Здесь живут псевдотрофеусы и здесь живут попугаи. Все эти рыбы достаточно крупные, поэтому объем аквариума им требуется не менее 300 литров. В данном случае здесь около 500 литров. Соответственно, тоже требовательна и фильтрация. Для этих видов рыб, то есть для африканских цихлид существует достаточно большое количество сухих кормов, которые легко купить в любом зоомагазине. Они, в общем-то, достаточно всеядные. Они неприхотливые. Поэтому, если у вас нет времени, средств, или вы еще боитесь завестись морской аквариум, можно сделать псевдоморе. Рыбы достаточно яркие, как вы видите. Поэтому для тех, кто хочет какое-то подобие моря, но боится начать именно с морскими рыбами, можно посоветовать именно африканских цихлид и оформление псевдоморя. Каданга относится к африканским цихлидам. Это достаточно крупные представители данного вида. Здесь это еще их неполный размер. Они бывают раза в два крупнее. Еще больше будет? Да. Скорее всего, этот аквариум не позволит им вырасти, но при достаточном объеме они могут вырасти и в два раза больше. И, соответственно, самые распространенные, мне кажется, у нас в России цихловые – это попугаи. Они представляют собой гибрид нескольких видов, выращивают их в Китае, выставляют в Россию. К сожалению, они все стерильные, они не размножаются дальше. Но этот вид очень яркий, декоративный, просто в уходе, неприхотлив к условиям содержания. Ест фактически все, что ему дают. При этом растут крупные, яркие. По большому счету они очень общительные именно с людьми, с теми, кто на них смотрит или за ними ухаживает. Все, в общем-то, достаточно интересны по поведению, потому что встречаются и тихони, встречаются и достаточно агрессивные особи. Они взаимодействуют друг с другом, общаются, за ними очень интересно наблюдать. А к другим рыбам как эти рыбки? То есть это не мелким относятся, а не агрессивные? То есть все зависит именно от конкретной рыбы. Потому что бывают тихие, которые вроде он уже старейший на аквариуме, он очень крупный, там с самого начала, но при этом он никого не трогает, плавает себе спокойно. Бывают, сажаешь мелкого, который начинает гонять весь аквариум. То есть они ходят очень индивидуально характерные. Ну, в общем-то, в этом их интерес. Вообще интерес любой крупной рыбы в том, что цихлиды, они достаточно общительны, и у них достаточно высокий интеллектуальный уровень. Поэтому интересно наблюдать за тем, как они строят свои взаимоотношения, как они реагируют на новеньких, как они друг с другом общаются. Многие цихлиды заводят, потому что интересно размножение очень. Да, да. Но, к сожалению, те виды, которые здесь содержатся, они не размножаются. Субтитры создавал DimaTorzok